Всем привет, друзья! Рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. Я сегодня буду говорить на полутонах, потому что все мои пошли уже спать. А я решила поздней ночью, как раньше помню, снять видео о своих главных фаворитах марта. У нас март очень холодный, ветреный, ледяной. В общем, зима не хочет отступать. Аномальный какой-то март, аномальная весна. И поэтому фавориты у меня разделились на два лагеря. Одна пятерка у меня домашний, уютный, теплый, согревающий, вкусный. Такие, что не будут раздражать помещение и будут нравиться домочаться. И другая пятерка, там уже можно вовсю себе позволить шлейфы. Это на выход, на свежий воздух. И яркие ароматы идеальны для такой погоды, потому что вот этот холод, он разбавляет эту насыщенность. И они звучат максимально, мне кажется, красиво. Давайте я начну с домашних моих любимчиков. И главный фаворит у меня номер один, так буду ставить перед вами. Это Линтердит Интенс, моя любимая версия из этой всей их линтердитной семейки. Это аромат густой, насыщенный, томный, немножко даже с таким вечерним настроением. Очень вкусный, яркий. Он прекрасно звучит в теплой квартирке. Но на улице мне не нравится, как он в холод звучит. Он как-то прижимается, слишком тихий, как будто не может разогреться, не может раскрыться. Я вообще его планирую, знаете, перенести в топ моих ароматов на лето. Я думаю, что ему теплое время года гораздо больше подойдет. Он сможет там как-то себя больше проявить. Ну, судя по тому, что в помещении он звучит гораздо интереснее и ярче. Да, вот у нас дома сколько? Ну, градусов 25-26, наверное. Вот идеально. Он, правда, не особо стойкий. Он на мне держится часов, наверное, 5-6. Хочется его обновлять периодически. Здесь есть нота черного перца и кунжута. И это те ноты, которые в этом аромате я вообще не слышу. Для меня это, я как-то уже рассказывала, густая сладкая версия Лондона от Бербери. Вот я здесь слышу точно такие же красивые белые цветы с земляничным оттенком. Но только это все еще засыпали ванилью на деревяшках. Вот получилась прям такая сладкая, густая, вечерняя версия Лондона. У них, кстати, один и тот же парфюмер Доминик Рапион. Над этим ароматом еще два автора трудились. Но Доминик Рапион тоже свою руку приложил. И вот для меня здесь вот этот вот цветочный, белоцветочный аспект. И земляника, виноград, да, вот это вот звучание, о котором многие говорят. Хотя оно не заявлено. Есть для меня пересечение. Вот очень красивый парфюм. Моему супругу нравится, деткам нравится. Такой приятный аромат. Я думаю, что будет как раз больше таким моим летним фаворитом. Потом я вспомнила про ибуновое дерево. Как раз, да, я готовилась к обзору древесных ароматов. И думаю, о, как раз время ибунового дерева. Это у нас Зара в Содружестве с Джумалон. Буквально два слова. Потому что недавно о нем рассказывала. Это теплое, красивое, теплое дерево. Аромат звучит по-нишевому. Он тоже не шлейфовый. Он больше такой уютный, теплый, согревающий. И дерево здесь таким сочным, цитрусово-пряным взрывом. Таким сочной, какой-то вот сочно-пряно-цитрусовой нотой. В принципе, монотонный. Долгое время звучит одинаково. А потом в самом-самом конце он открывается на мне лакированной шкатулкой. Но он очень стойкий. Хоть он вот и не шлейфовый, но он уютный, теплый, согревающий, красивый. И очень-очень стойкий. Дальше у меня в любимчиках домашних была Беллочка от Нина Ричи. Тоже мое любимое яблочко. Вот это зеленое. Это аромат, который тоже я люблю носить больше осенью на прогулку. Тогда это была такая хрустящая, зеленая, сочная, вкусная. Прям какой-то сок брыжет такой кислый во все стороны. Но в помещении дома это кисленькая ванилька. Вот больше ванили появляется, теплота в этом парфюме. Такая вкусная кисло-ванильная конфетка. И последние два из пятерки домашних любимчиков. И это один из любимых ароматов моих деток. Шоколадный жадина манталь. Надеюсь, вам видно. Давайте вот так сделаем. Шоколадный жадина манталь. Все его знают. У меня он пахнет печенькой с шоколадной крошкой. В раскрытии у него появляется очень вкусная молочная такая сливочная ванилька. И корочка апельсина. То есть, по-моему, сухофрукты тут есть. Они в раскрытии тоже имеются. Но это вот прям съедобный вкусный аромат. И мои дети всегда его воспринимают как то, что дома что-то готовится. Выпечка какая-то. Ну, в общем, и Алиса у меня, доча, тоже им пользовалась, пшикалась. Она любит его использовать. Вкусно пахнуть. И второй аромат. Это вот из последних моих новиночек. Мантали, кстати. Я заказала себе еще три манталики, которые давно хотела. Когда они ко мне приедут, Может быть, завтра или послезавтра я сниму видео про все мои любимые ароматы. Манталь. В этих двух ароматах нет вот этого мускуса, да, узнаваемого. Второй аромат это ваниль экстези, да, из последнего. У него в базе очень приятная такая вкусная, пушистая ванилька. Но он уже не такой съедобный. В принципе, он не съедобно пахнет. Ванилька мягкая, уютная, неназоливая, ненадоедливая. И она уже опрямлена, обрамлена и смолами такими, с холодинкой на старте. Особенно хорошо слышится и вот из флакона, да. Если вдыхать из пульвика, прям такая ванилька с холодком. И дальше абрикос появляется. Еще в составе есть красное дерево. В общем, аромат уже более интересный, чем шоколадный. Но детки больше любят шоколад, но это тоже классный. Вот его используешь с утра до вечера, да, пахнешь. И он не надоедает. Несмотря даже на то, что в закрытом помещении и в теплой квартире находишься. Классный аромат. Мне он очень-очень нравится. Вообще не пожалела. Ну, супер удачная была моя покупочка вслепую. Теперь приходим к ароматам, которые я носила чаще всего на выход. Вот надо было детей возить, забирать с тренировки. Тоже, когда муж не может, я их вожу, ждать их там в этой холодной прихожке их. В общем, я эти ароматы уже упомянула. В холоде прям захотелось чего-то жутко сладко-приторно-съедобного. Того, чего я раньше не носила. Я вспомнила про свои наборчики, вот эти вот ванильные, дом ванили. Я уже о них рассказывала. 10 лучших ароматов в 10 номинациях. И вот два самых любимых из этих коробочек. Это черная Тоскана, это ваниль и цветок Таити. Ваниль и цветок Таити, это у нас пудровая ванилька, жутко сладко-приторная, с барбарисками. А черная Тоскана, это прям сладкий сок из Изабелла винограда, либо сама такая кисть винограда переспела Изабелла и ваниль. Здесь даже написано на этикетке изюм и ваниль. Ну а здесь просто, это уже другая их из другой коробочки, просто ваниль и цветок Таити. Оба не особо стойкие, ну часа 4-5, максимум 6, наверное. Тоже хочется обновлять. Ну, в принципе, я бы даже сказала, что в этом какой-то плюс есть таких приторных ароматов, потому что весь день носить их, наверное, не захочется. Поэтому здесь, наверное, даже плюс. То есть ты вечером напшикался, куда-то пошел, к вечеру от них уже, точнее к ночи от них уже ничего не осталось. Ну, на одежде, конечно, будет держаться, вот. Но они очень ярко пахнут. Они вот прям за собой такой яркий, вкусный, сочный шлейф. И мне нравится, что здесь вот в одном виноград дает сочную ноту, а в другом вот эти барбариски такие сочные дают ноту. Дальше у меня в фаворитах была вот эта новиночка, да, потому что я ее купила, ну и думаю, когда ее еще носить, как не в такой ход. Потому что я уже говорила, аромат немного для меня имеет такую душную сладость. То есть я такие парфюмы могу носить вот только, когда их разбавляет погода. Ягодный, более ягодный такой, хвостатый. И я говорила, что он для меня вареньевый. То есть это джем, вот прям смородиновый джем. Еще тут есть, по-моему, полынь, если я не ошибаюсь. И скорее всего это полынь. Или может это листик этой самой смородины. Но мне здесь чудится именно замша, что вот этот джем такой сладкий, сахарный, да, с кучей сахара переваренной, размазали потонкой замши. Вот. А в базе он становится такой по-люксовому сладко-теплого нины. Когда нанесешь на себя, я, кстати, много наносила. Лапшика, наверное, по 4, по 5. Вот прям идешь по улице и чувствуешь прям такой очень хороший, яркий шлейф. Вот. Ну, в принципе, Armani в этой линейке держит свою марку. Ну, эта линейка хорошая, действительно, для любителей таких мощных ароматов. Но единственное, самая у них такая золотая середина, это красный флакон, который я, кстати, очень хочу купить. У меня есть миниатюрочка, подаренная на официальном сайте за заказ. Ну, вот я, наверное, все-таки вот эту версию поменяю на красный флакон. Скорее всего, я остаток продам, разопью и все. И потом куплю красный флакончик. Как-то у меня будет больше в ходу. Следующий аромат. Это, конечно же, моя любовь с первого пшика. Это Эпика Муаш, красивейший парфюм про красивейшие иголочки с медовыми пастилками, про прекрасный букет цветов. Я не знаю просто, сколько еще можно мои признания в любви озвучивать в моих видео парфюмерных, но это шедевр, я считаю. У меня, кстати, прям несколько шедевров будет в фаворитах марта. Очень красивый парфюм, шикарно звучит на холоде, на морозе. Вот когда у нас прям много снега было, я его тоже носила. Он праздничный, но при этом он очень женственный. Он очень шлифовый, стойкий, яркий, но не вульгарный, не напористый. Очень тонченно звучит. И вообще аромат, я наношу, рассказывала, где-то делала 4-5 пшиков. Вот последние разы я делала 5 пшиков и входила в это облако. У него очень мелко дисперсное распыление, его просто как такой туман оседает на волосах, на коже, на одежде. И вот целый день от себя чувствуешь такие волны прям приятного, красивого шлейфа. Обожаю, обожаю. Много раз рассказывала. Шикарный аромат. Идеальный, мне кажется, для Нового года, для Рождества, для каких-то празднований. Супер. Следующий парфюм. Это тоже, я считаю, шедевр. Айрин. Золотая вечерняя роза. Это мой любимый, один из самых любимых ароматов с нотой розы. Роза здесь вареньевая. Такая лепестки, из которых сварили такое колдовское сладкое зелье. Но эта вареньевость, она не душная, как вот здесь. То есть здесь для меня душная сладость, а здесь совершенно нет. Хотя сладость здесь яркая, она присутствует. Но за счет того, что здесь есть ежевика и личи, здесь также присутствует очень красивая кислинка. И как раз таки в снег, в мороз, в холодную погоду, в такой вот пронизывающий ветер. Это кислинка, и это сладость, и это густота. Это все звучит, как какой-то ягодный ликер. И еще здесь есть такие красивые ноты, как кожа и ладан. Я говорила как раз в своем развлекательном последнем видео, что я люблю ноту ладана. Она красивая, и у меня много ароматов с нотой ладана. Кстати, меня тоже давно просили снять про такие ароматы. Наверное, про самые-самые любимые и красивые тоже сниму как-нибудь. Вот и как раз таки ладан, по моему мнению, добавляет. Это тот случай, когда он добавляет аромат роскоши, красивой какой-то, загадочной. Такой роскошной, дорогой древесности, томности. Тоже такой аромат, реально пахнущий очень-очень дорого и роскошно. Просто обожаю этот парфюм. Он очень тоже яркий, шлейфовый, густой, насыщенный. Просто супер. Я, честно говоря, еще поглядывала на другие ароматы у Айри, но вот хочу именно в таких золотых флакончиках. Так, и последний аромат. Это тоже для меня ароматный шедевр. И это тоже аромат, которым у меня случилась любовь с первого моего нюха. С первого вдоха. Нюха не очень, да, значит, с первого вдоха. Это Кашемировая мечта Ванклифф. Из сколько, 4 или 5 ароматов тогда покупала. И вот из всех этих ароматов самый-самый красивый, по моему мнению, именно Кашемировая мечта. Это такой парфюм, который сразу тебя куда-то уносит, переносит. И я повторю свои ассоциации. Если вдруг кто не видел или забыл, они у меня не изменились. У меня отключилась камера, поэтому пришлось прерваться. Итак, аромат для меня про дорогой, роскошный дом, в котором есть огромный кабинет, библиотека, где стоит дорогая мебель из красного дерева, где диваны с бархатной обивкой, кресла такие, знаете, в классическом, таком английском стиле, где деревянные шкафы с дорогими книгами в кожаных переплетах. И хозяйка дома источает, она проходит и источает просто потрясающий пудровый аромат за собой. Шлейф этого аромата тянется. И вот на мне он звучит так достаточно долго, но уже в своем открытии он становится реально парфюмерным кашемиром. Он становится немного сладковатым, ну вот прям совсем чуть-чуть. Теплым, пудрово, мягким, окутывающим. Он не такой ярко-шлейфовый, как эти представители, как эти ароматы. Но у него такое свойство за счет того, что он такой плотный, окутывающий, как такой туман. А когда ты снял верхнюю одежду, да, вот ты сидишь там, ждешь своего ребенка, ты начинаешь слышать, как он распространяется просто вот вокруг тебя, все больше, больше, больше. Знаете, такие есть ароматы в моей коллекции тоже, которые постепенно начинают вот заползать во все щели, такой потихоньку расплываться. Вот он из этой истории для меня. Ну, я его так слышу, девочки, не знаю, как у вас. Я знаю, что знакомились девчонки, тоже брали у меня отливантики. А уже у меня остался остаточек, все. Я с ним не расстанусь. Это вот прям моя огромная-огромная-огромная любовь. Вот эти вот три, это вот прям обожаю. Вообще просто обожаю, да. Из этой всей подборки вот эти три самые мои любимые. Вот. На этом, наверное, я подвожу свое видео к концу. Огромное спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Надеюсь, вы там не заснули. Я специально, когда я так более спокойно разговариваю, я включаю, точнее загружаю это видео уже к вечеру, чтобы вы никуда не спешили, расслабились и попили чаек, кофеек и легли уже спатеньки. Так что всем спокойной ночи. Благодарю за обратную связь. Всем-всем спасибо, кто не ленится оставлять комментарии для блогеров. Это очень важно. Это и помогает статистике. То есть YouTube, когда видит обратную связь, он видео чаще рекомендует другим зрителям. То есть обратная связь, она нужна не только для общения, но и для продвижения. Все, всем спасибо. Пока-пока.